Один французский писатель сказал, кто-то всегда наблюдает за тобой Бог, мама, учитель. Именно педагоги открывают нашим детям мир, дарят истину и принимают их первые победы. Поэтому учитель должен быть образцом для подражания, эталоном всего мудрого и правильного. Итак, хороший учитель – это человек мудрый. Надо уметь встать на один уровень со своими подопечными, быть им другом и советчиком, но ни в коем случае не допускать равноправия. Это очень тонкая грань. Как прежде, ты рядом и чуть впереди. И никогда не подавлять ребят своим авторитетом, потому что в тени больших деревьев маленькие не растут. И это раз. Итак, идем дальше. Хороший учитель – это человек, понимающий. Он всегда поймет, если ты проспал. Он никогда не крикнет на тебя, если ты что-то не понял и уж точно не скажет тебе. Сидоров, лучше бы ты голову дома забыл! Какая злючая! И это два. Итак, хороший учитель – это человек творческий, который расскажет предмет вам так, что вы даже не поймете, что уже прошел урок. Только творческий учитель сделает для вас очень веселым и познавательным в школьный час. Он будет всегда устраивать КВН по математике, чтению и литературе и никогда не забудет помочь вам в рисовании. И это уже три. Хороший учитель – это человек красивый. Учитель должен быть безупречен во всем, чтобы как по Чехову – и душа, и одежда, и мысли. Вот, например, моя учительница всегда выглядела как куколка, так что вся школа сбегалась посмотреть на ее красоту. При этом она интересно вела уроки. Она была действительно для нас, как вторая мама. И это уже четыре. И, наконец, хороший учитель – это человек любящий. Да, да, уважаемые, если каждое утро вы говорите «пойду опять с своим оболтусом», то долго вы на этом месте не протянете. На этой работе не надо стараться любыми способами получить высшую категорию. Не нужно сочинять липовые планы уроков и воспитывать родителей. И боже упаси вас ставить себя в учете, кого вы учите. Здесь нужно просто любить свое дело и своих учеников – весельчаков, озорников и будущих гений. Ой, зажали. Ну все. А вы взагали помните, как вы это снимали? Нет, вот сразу совсем не вспомнила. Я думала, там вообще светленькое, светловолосое, но оказалось, что темное. И вообще не помню такого совершенно почему-то. А как вы взагали погодилось на эту съемку? Не страшно было? Я очень любила, когда меня снимали с уроков на съемки для вашей передачи «Вашей крыши». Они очень любили уходить и заниматься этим делом. Дети на видео, младшоклассники, как они на это погодились? Не было проблем с этим? Я думаю, им наоборот очень интересно это все. И им интересно, чтобы, может быть, в будущем они тоже захотят сниматься в сюжетиках. Я помню, что это был класс Светланы Алексеевны, и что там был ее маленький внучек. И детки такие там вообще классные все, подвижные, веселые. Они очень обрадовали, что у них проходил сюжет в классе. И детки сами корчили такие там мордахи. Они от души это все делали, потому что им, наверное, нравилась съемка. А что понравилось вам играть роль учительки, что хотели вы сами, коли истатно? Играть понравилось, с детками было хорошо, у нас было взаимодействие, они очень тоже веселились. Но учительница, если честно, никогда не хотела стать. Такая большая ответственность, да и другие были мечты. Який у вас был мрид? Я в детстве, ну и как и сейчас, я очень-очень люблю животных, я очень хотела стать ветеринаром. Ну еще когда была совсем маленькой. А каким стала сейчас? По образованию я психолог, но сейчас я пока мама от двоих деток. Какие сейчас впечатления? Вы говорите, что вы не помните. Как это вспоминаете? Приятно очень, и весело, настроение это. Ну класс, мне понравилось очень. А пока же это вообще этот сюжет, который мы сейчас смотрели своим детям? Да, конечно, особенно моя старшая дочка, королевка, она такая вся веселая, позитивная. И она вот такое все очень любит. И, конечно же, буду показывать своим деткам обязательно, да. И, возможно, они, может, сами будут когда-то принимать участие в вашей программе. А вы занимались в нашей программе несколько раз. Не хотели стать журналистом? Журналистом никогда стать не хотела, но журналистику очень уважаю. И увидела в сюжете с радостью Лешу Васильеву. Ему большущий привет. Очень рада была видеть, очень. Хотелось бы пожелать учителям гармонии в отношении с учениками. И также хороших, добрых взаимоотношений в коллективе. Это очень важно. Радости, всякого благополучия, чтобы люди шли с позитивом на работу. И спасибо большое за ваш ценный труд, за то, что вы помогаете осуществить детские мечты. Продолжение следует...